Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Рассказав, кто же все-таки в фильме умер. Начнем с финансов. Последствия ямы, в которую Дисней сама себя загнала, оказались видны уже в первый же четверг проката. Стражи Галактики 3 за премьерный вечер собрали в США 14 миллионов долларов. Меньше мультивселенной Безумия, собравшей 36, и даже меньше, чем 17 миллионов Квантомании. Это красноречиво намекает, насколько Марвел упала в глазах людей. Раньше премьеры фильмов были событием, благодаря героическим усилиям Файги. Даже одна из сильнейших франшиз-студий внушительную кассу на премьере собрать не может. Проиграли Стражи 3 даже второй части, собравшей в 2017-м 17 миллионов. Мстители Бестони Старка — реальность, в которой супергероям придется самостоятельно искать средства на свои вылазки и миссии по спасению планеты. Мы бы на их месте вкладывались в крипту. Ведь только за последние 4 месяца биткоин взлетел так, что вложив в него 1000 долларов в январе, Уже сегодня вы бы смогли вывести 1750 баксов. Никто не спорит, что криптовалюта — это очень рискованно, и всегда есть риск оказаться в минусе. Но если вы вдруг раздумывали о том, чтобы в долгосрочной перспективе заработать на криптовалюте, вам нужна надежная площадка для торгов. И мы как раз знаем такую. Бинанс — это самая крупная криптовалютная биржа по торговым объемам в мире. Регистрация на сервисе осуществляется путем безопасного предоставления подтверждающих документов. На сервисе есть возможность прямого пополнения вашего биржевого кошелька с карты и обратный вывод на карту в разных валютах. Так что если вы вдруг еще не зарегались на Бинанс, то обязательно сделайте это. Регистрация по ссылке в описании даст 20-процентную скидку на торговые комиссии, а первые 20 человек после прохождения верификации получат 5 USDT на свой аккаунт. Нужно только не забыть ввести бонус-код в центре наград своего аккаунта. Иронии слабеньким сбором премьеры «Третьих стражей» добавляет то, что на стриминг-сервисы ситуацию а-а-а не свалишь. Буквально месяц назад старый добрый Марио спокойно собрал в четверг 26 миллионов долларов, а в сумме преодолел уже миллиард. Классические отговорки Дисней, что в кинотеатры люди перестали ходить, в этот раз применить не получится. Но бог с ними с финансами, перейдем к тому, ради чего все мы здесь собрались. Начав с единственного и главного вопроса. Да, да и еще раз да, у Джеймса Ганна действительно получилось. В обзорах без спойлеров всех фильмов четвертой фазы за этой фразой следовало «но» и описание многочисленных минусов, которых у прошлых проектов Марвел было примерно 50 на 50 с плюсами. Сегодня, к нашему превеликому счастью, такого не будет. «Стражи Галактики 3» — это как будто путешествие в прошлое во времена второй-третьей фазы. Какими бы ни были высокими ваши ожидания, фильм их оправдает. Это первое, о чем хотелось бы поговорить подробнее. В крайние годы фраза «ваши ожидания, ваши проблемы» стала в киносреде чем-то вроде правила. Как-то само собой повелось говорить, что ожидания перед походом в кинотеатр завышать нельзя, а то расстроишься. Появилась целая категория комментаторов, открыто высмеивавшая людей, которые искренне ждали премьер, возлагая на них большие надежды. Вроде как Нормой стала говорить, что ты поехавший гик, сам себе чего-то напридумывал, а потом разочаровываешься. И «Стражи Галактики 3» доказали, что все это бред собачий. В кино можно и нужно ходить с высокими ожиданиями. Иначе в чем тогда вообще смысл? Это мы платим за билеты и выделяем свое время, а не получаем зарплату за просмотр. Обвинять зрителя в том, что он ожидает от студии, что-то его порадует, как-то странно и ненормально. Но последние годы приучили нас именно к такому подходу. К счастью, «Третьи Стражи» наглядно демонстрируют, что премьеры ждать можно и нужно. Потому что если фильм хороший, высокие ожидания никак не помешают получить удовольствие. Триквел Джеймса Ганна – это полное продолжение стилистики, сюжетов и самой философии франшизы «Стражей Галактики». Мы специально посмотрели первые две части перед походом в кино. И с первых же минут в голове был только один вопрос. Погодите, а что, так можно было? Оказывается, можно сделать фильм, который влюбляет в себя сразу. Можно сделать фильм, во время просмотра которого не задумываешься о том, не слишком ли ты критичен и нацелен на поиск ошибок. Можно выпустить кинокомикс, который отбрасывает тебя на спинку кресла и заставляет получать удовольствие. Последние годы заставили нас сомневаться в собственной непредвзятости и усталости от кинокомиксов. Но «Стражи Галактики 3» – это проект, который мгновенно снимает все вопросы. Смотреть его одно удовольствие. Ну а теперь перейдем к деталям. Первая тонн проекта. Джеймс Ганн обещал более мрачный фильм, чем прошлые части, и он это сделал. Обещания не оказались байтами на просмотры, и «Третий Стражи» – это проект, напоминающий по стилистике войну бесконечности. Шутки, разумеется, имеются. Но в воздухе витает серьезность, ставок, проблем, главных героев и груз событий, которые они уже пережили. В кой-то веке фильм «Марвел» не выглядит оторванным от остальных. Это не «Доктор Стрэндж 2», где Алая Ведьма, после того, как осознала ошибки в концовке «Ванда Вижен», за кадром мгновенно становится злодеем. Никто из «Стражей» ничего не забыл, все прошлые сюжетные линии продолжаются, а герои действительно изменились так, как им это и положено. Ведь для «Стражей» на секундочку с событий второй части прошло почти восемь лет. Они в стазисе не находились, и фильм замечательно это демонстрирует. Вторая приятная деталь – отсутствие самоповторов. И снова низкий поклон Джеймсу Ганну. Он за пару месяцев до выхода фильма прямо говорил, что люди устали не от супергероев, а от шаблонных историй. «Стражи Галактики 3» – это, конечно, не уровень Кристофера Нолана, но это как минимум самобытный фильм с необычной завязкой и последующим сюжетом. Во всех проектах четвертой фазы даже ребенок, незнакомый с кино, четко отделит три сюжетных арки. «Знакомство с героем», «У героя все плохо», «Он превозмогает» и «Финальная битва». Формула набила оскомину любому фанату. В то время как в «Стражах» все полагающиеся кинокомиксу сюжетные элементы есть, но они разбросаны по фильму нестандартно, свежо и оригинально. Про графику и костюмы говорить не приходится. Опять же, только четвертая фаза заставила нас радоваться нормальной графике. Раньше она была в порядке вещей. Вот и в «Стражах Галактики 3» вопросов ни единая сцена не вызывает. Отдельно хочется отметить практические эффекты. Пока сериалы Disney Plus снимают с помощью CGI сцены в квартирах, Джеймс Ганн в фильме о космосе умудрился применить гору практических эффектов и создать костюмы для множества инопланетян без использования графики. В общем, наше почтение. Но, чтоб совсем уж не хайпожорить, отметим и минусы. Главный минус в том, что фильм не вышел в 2020-м. Вины Джеймса Ганна здесь нет, но то, что сценарий пришлось писать не под события сразу после финала, а под пятую фазу в глаза бросается сразу. Вкратце, без Гаморы и Адама Ворлока фильм вполне мог обойтись. Они «Стражам Галактики 3» вообще не нужны. И до боли очевидно, что на Ворлока в 2018-м, когда писалась первая версия сценария, у Джеймса Ганна были совсем другие планы. Да и на Гамору, скорее всего, тоже. Тогда режиссер, если что, планировался сменщиком «Братьев Руссо» в качестве режиссера «Мстителей 4». И понятно, что создавая персонажей, держал в голове перспективу. Сейчас ее нет, но заброшенные удочки Ганн решил завершить. Вот и появились в фильме немного притянутые за уши герои, убрав которых в сюжете толком ничего не изменится. Вторая золотая классика «Дружки-корешки Ганна». В первую очередь, злодей. Поработав с Чукуди и Вуджи, над миротворцем режиссер решил привести друга на повышение. Но это не акция, где за приведенного друга дают бонусы. Это все-таки блокбастер. И высший эволюционер из актера получился довольно стерильным. Как и традиционная роль жены режиссера Дженнифер Холланд. В глаза сильно бросается, что будь на ее месте актриса с улицы, реплику персонажа не было бы. И как следствие, драгоценное экранное время досталось бы кому-то еще. К примеру, той же Гаморе оно бы точно не помешало, чтобы не выглядеть инородным телом в команде. В общем, друзья, это здорово, но слишком уж Ганн хотел всем угодить. Ну а последний, минус Стражей Галактики 3, это почти наверняка дело рук Кевина Файги. Без спойлеров здесь обойтись почти нереально, но если вкратце, концовка немного резонирует как с обещаниями режиссера о последней гонке, так и с тоном самого проекта. Уверены на все сто, Джеймс Ганн изначально хотел другой фильму конец. Но в дело вмешалась студия, и финальные сцены – это уже не творчество, а бизнес-план. Впрочем, давайте уже со спойлерами. Если вы их боитесь, выключайте ролик прямо сейчас, потому что мы расскажем, кто в фильме умер. Три, два, один. Да никто в нем не умер. Хуже всего выглядели шансы Ракеты, но в итоге команда Стражей Галактики осталась в целости сохранности. Погибли лишь друзья детства Ракеты, включая выдру Лилу, а также Аеша, чья сюжетная линия с Адамом Ворлоком в целом смотрится притянута и не особо проекту нужна. Но стоит отметить, что разочарование такой поворот событий не вызывает. Эмоционально Стражи Галактики 3 отрабатывают на все сто, и им не нужна красивая смерть, как это было в двух прошлых фильмах. Единственный по-настоящему негативный момент концовки – это то, что обещанным концом для Стражей фильм не является. Команда по итогу просто расходится. Не было Космо и Дракс остаются в Знамо-Где помогать беженцам. Ракета Краглин и Грут вместе с Адамом Ворлоком формируют новую команду Стражей Галактики. Гамора уходит к опустошителям занимать место Йондо, Мантис отправляется в путешествие по Галактике, ну а Питер Квилл возвращается на Землю найти своего дедушку. И что самое грустное сопровождается дело жирной надписью на экране, что Звездный Лорд вернется. Поэтому, собственно, мы и уверены, что концовку выбирал не Джеймс Ганн, а Кевин Файги. Ганн с концами ушел в DC, а накидать традиционных удочек о возвращении в интересах лишь только Марвел. Они-то и оставляют кислый привкус после просмотра, добавляя в хороший фильм нотку классической Марвел последних лет. Заодно нивелируя традиционные, но все же приятные фразы актеров о том, что они воспринимают фильм как последний, а дальше уж как получится. Но в целом особо на впечатление от Стражей Галактики 3 эти моменты не влияют. И по иронии, хорошее качество фильма играет с Марвел плохую шутку. Из-за череды кассовых провалов сборы Стражей вряд ли преодолеют миллиард. Как следствие, Кевин Файги скажет «Смотрите, дело было не в квантомании, это просто люди от Марвел устали». Ну и получит моральное оправдание тому, что вытворял три прошлых года, продолжив гнуть линию гендерно-нейтральных железных человеков и небинарных капитанов Марвел. Пока все выглядит так, что Стражи Галактики 3 – это прощание не только с Джеймсом Ганном, но и со старой киновселенной, которую мы все когда-то полюбили. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok